Как вы все знаете, в предвыборных обещаниях Джо Байден говорил об отказе от ископаемого топлива, и когда он занял офис, он начал притворять это в жизнь, запретил бурение для нефти и газа, закрыл главный трубопровод, и, по-видимому, правительство США помогло взорвать трубопровод из России в Западную Европу. То есть оно и взорвало. И тем не менее, в среду Байден настаивал, что цена на топливо, ее беспрецедентный рост, никак с ним не связан. Вот кого он обвинял. Из-за вторжения Путина на Украину существенно выросла цена на нефть и газ. Стратегические запасы нефти заполнены наполовину. Там около 400 миллионов баррелей нефти. Этого более чем достаточно для любой ЧАЭС. Мое послание американским энергетическим компаниям такое. Вы не должны использовать свою прибыль для байбэка и дивидендов. Не сейчас. Не когда идут военные действия. Вы должны были использовать эту сверхприбыль для увеличения производства и переработки. Инвестируйте в Америку. Для американцев. Понизьте цену на заправках до уровня себестоимости. И американцы получат справедливую цену и вздохнут с облегчением. Что ж, в этой речи столько лжи, что мы даже не будем пытаться последовательно указывать на нее. Вместо этого, человек куда умнее нас. Виктор Дэвис Хэнсон, старший сотрудник Института Гувера, пришел к нам сегодня. Профессор, спасибо, что пришли. Как бы вы оценили заявление президента об энергии? Как весьма жалкие, он пытается объединить две противоположные вещи. То есть он пришел к нам со своей зеленой религией, где Бог — это возобновляемая энергия, а сатана — это ископаемое топливо. И он закрыл Анвар, закрыл Кейстоун, он не открыл трубопровод Конститушен, он выдал меньше разрешений на бурение, чем другие президенты. Он получил, что хотел, Такер. Он получил снижение добычи на полтора-два миллиона баррелей, отменив этим планируемое наращивание. Так что он получил все, что хотел, и это было мечтой министра энергетики Стивена Чу. Это было мечтой Барака Обамы, когда он говорил, что электричество взлетит, и запретил уголь. И угадайте, что потом? Пришла инфляция, взлетел спрос, и американский средний класс был уничтожен, так как ему пришлось выбирать между едой и топливом, а он еще хочет переизбраться. Но переизбрание и уничтожение ископаемого топлива несовместимо. И в итоге мы получаем Оруэловский парадокс, когда он ездит в самые несвободные страны в мире, Венесуэла, Иран и даже Россия до конфликта, Саудовскую Аравию с просьбой... Не могли бы вы, пожалуйста, добыть этой мерзкой и грязной нефти, которую мы не любим, но в которой отчаянно нуждаемся, и вам можно, а нам нет? Но вы делаете, это в наших интересах, и, кстати, мы будем считать вас изгоями. Или же он идет в стратегические запасы нефти и думает... Ну, я не добываю это из-под земли, чего мне нельзя. Я выкачиваю уже добытое, ведь если выкачивать уже добытое, то меня никто не обвинит, зеленые мне разрешат. Или он идет к нефтяным компаниям и думает... Ну да, я хочу уничтожить ваш бизнес, и да, я сказал, что вы жадны, и да, я сказал, что вы накручиваете цену, и да, я выдаю меньше лицензий на бурение, но вы должны помочь мне переизбраться, так что идите и добывайте больше топлива, которого я не хочу. И все это так непоследовательно, что американцы даже не пытаются в этом разобраться, они уже просто его не хотят. И ему это очень вредит. И нам это вредит по всему миру, и вспомните, мы устроили импичмент Трампу только за подозрение, что он использует проблемы национальной безопасности в своей политической карьере, в своей повестке. А что делает Байден? Он связывается с худшими режимами в мире, что противоречит интересам нашей страны, чтобы они добывали топливо, которого у нас самих избыток, чтобы он выиграл в ноябрьских. И я думаю, американцы в ярости от всего этого. Особенно видя все это притворство. Но надо признать, у него хватило наглости обвинить производителей энергии в дефиците. В смысле, да ладно? Ну да, он весьма бесстыден, это уж точно изумительно. После того, как он назвал их жадными злодеями и спекулянтами, наживающимися на этой мерзкой нефти и нагревающих планету, а теперь он говорит, ваша патриотическая обязанность забыть все, что я говорил до этого, и добывать больше, чтобы мои люди переизбрались. Вот такой посыл. Даже не верится. Виктор Дэвис Хэнсон, спасибо за разъяснение. Так умен. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok